Почему вы начнете с цифрой? Почему люди? Мы говорим о космофилософии сегодня. Сегодня будет просмотр свой путь в космофилософии танды. Мы говорим虽я космофилософия, которому путь тандатист. Айтор Шул, мы говорим о космофилософии сабақтары. Мы говорим о космофилософии сабақтары. Космофилософия сабақтарында өзін-өзі тануға олған жол, жаңа, ықытмалар жында сөз сүйлесе оқыты? Мурда «йоган, болган, гөті» деген адам айтқан көйт. Ақылдың кеші гөп білбеген кеші, ақылдың кеші өзі тануған кеші. Марк Твен төзі такую замечательную фразу сказал, он говорит, в жизни человека есть два дня очень важных, самых главных два дня в его жизни, это день, когда он родился, и день, когда он понял, зачем он родился. То есть это очень важно, поэтому некоторым кажется, что праздный вопрос, все думают, что мы понимаем, зачем мы родились, оказывается, можно всю жизнь прожить, и как бы вроде бы удачно жить, успешно реализовать себя, а в конечном итоге человек не понял, зачем он родился. И вот, например, в священном Коране, сура 50, каф, аят 19, сказано, и погружение в бесчувственную смерть вас приведет к познанию истины Господней, той, от которой вы уклонялись, и взор ваш станет острее, ну, в этот момент. И вот я как раз недавно ездил в Москву, мы на эту тему говорили, вторую книгу, я говорю, ну, вот как раз говорю, то, что мог бы ты узнать при жизни, зачем ты родился. А ты на автопилоте прожил жизнь, и когда оставил тело, проснулся и сказал, вот только когда понял, я говорю, вот религия, она вообще существует для того, чтобы именно человек не так, вот как по сливочному маслу прокатился, оставил тело и открыл глаза, точно так же, вот как человеку ночью может сниться, что угодно. Он может быть падишахом, он может быть там рабом как-нибудь во сне, правильно? Но когда он утром просыпается, он сразу, сон перестает быть актуальным, но он вспомнит про сон, поговорит, просто это надо в масштабе представить, что наша жизнь, вот рождение до смерти, это есть одна из таких экзальтаций сна. Очень серьезно, даже вот мы сидим, разговариваем, оператор ходит, все, это такая крупная экзальтация сна, но этот сон управляемый. Почему он управляемый? Я могу взять стакан воды, я могу глотнуть, могу отставить стакан, могу встать, могу сесть, могу что-то, стоить. Да, этим сном, который мы называем жизнь, мы управляем, мы чувствуем, влюбляемся, плачем, смеемся. И вот как бы вот это все в нашей жизни происходит. Так вот, мне что понравилось, есть некоторые точки, когда ты нажимаешь, объясняешь, объясняешь людям, они не очень понимают. А иногда бывает, ты вот в какую-то точку нажмешь, и в человеке такое пробуждение. Я говорю, давайте начнем вот с того. Бог сотворил человека, Адама, сказано, по образу и подобию своему, сотворил его. И вдохнул в его лицо дыхание жизни, и стал он душой живущей. И вот когда мы, вот с этого момента, это начало таурата, да, начало семитического направления, это вообще начало религии, да, когда мы начинаем думать, вот именно с того уровня сознания, на котором мы находимся, думать об Адаме, мы Адама уподобляем как бы себе. То есть мы представляем его телесным человеком. То есть получается, что Бог создал Адама по образу и подобию своему, а мы его уподобляем себе. И вот здесь с этого момента как бы настоящее религиозное знание заканчивается. И человек, ну, максимум, что он может сказать, что это первый мужик на земле, Адам, а Ева первая женщина. Здесь речь вообще не идет об этом. Ибо Бог, он не может создавать несовершенное. И я вот даже вам сейчас за буквально пару минут докажу, что Бог действительно совершенное создал. Вот мы сидим и разговариваем, оператор снимает. Это действие, это событие, которое происходит. И в это же самое время, прям вот прям вот одновременно и постоянно происходит процесс дыхания. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это работает просто каким-то космическим часам. Теперь процесс зрения. Процесс зрения задействует колоссальное количество нервов. Процесс слуха, процесс обоняния, процесс осязания, вкуса, рост волос, ногтей. Вот представляете, кровь сейчас в организме у каждого движется, даже у телезрителей, которые сидят. Но их личность, их я этим процессом не управляет. Хотя постоянно пользуется. То есть вот процесс жизнеобеспечения, вот эти функции жизнеобеспечения, они же не просто так происходят. Потому что даже если стакан воды стоит, мы понимаем, что его кто-то поставил. И дальше, что этот стакан кто-то сделал. Вот мы это понимаем. Но неужели вот такая важная функция, которая постоянно жизнеобеспечивается, происходит с нами, как будто за этим никто не стоит. А вот это и есть Адам, которого сотворил Бог. Мы это называем, можно назвать это сверхсознанием. Но поскольку люди применяют термин подсознание, ну вот это ваше подсознание. То есть это нулевой фактор сознания. Он будет работать, обеспечивать всем, всем, что я сказал, толстый или худой, на это не смотрит, обеспечивает. Хороший или проходит, добрый, злой, богатый, бедный, неважно, этот процесс происходит. Вы же понимаете, что это микрокосмос, космически выверенный процесс происходит. Вот это называется жить. Но мы не живем, мы действуем. И свои действия мы называем жизнью. То есть мы не можем действовать не живя, но мы можем жить не действуя. Так вот вопрос не в том, как мы действуем, а зачем мы действуем. Вот сегодня в мире столько происходит вещей, да, мы сами себе жизнь отравляем, да. А тем не менее, если бы люди знали, что каждый человек на земле, внутри самого себя, то есть Адам это сущность самодостаточная, это наша духовная природа. И вот чтобы понять, когда говорят, а что такое духовная природа, я говорю, ну вот представь себе чувство. Вот то, что мы называем чувство, в объективном чистом виде, это чистое сознание. То есть жить значит чувствовать. То есть если ты не чувствуешь, ты не живешь. А чувствовать значит сознавать. То есть наше сознание, это и есть сфера чувств, это и есть наша жизнь. Вот это и есть Адам. Мы с этого начинаемся все. И в этом виде мы существуем до рождения и продолжаем существовать после смерти. И вот чтобы наиболее наглядно эти вещи понять, я говорю, ну вот посмотрите, сон. Вы погрузились в сон. Вы во сне продолжаете понимать себя живым. Правильно же? Ну вы продолжаете понимать себя живым. У вас проблемы с пониманием себя живым нет. Вы понимаете себя индивидуальным. То есть вы есть вы. Мало того, вы не ощущаете проблемы отсутствия тела. У вас не у вас какое-то тело. Вы понимаете себя индивидуальным и живым. Потом вы проснулись и вы понимаете, что тот, кого вы называете я, он лежал на диване, он спал, его тело спало. Тогда возникает вопрос. И вот я хочу сказать, что суть религиозного знания заключается, истинного религиозного знания в том, что проблемы понимания себя живым, понимания себя индивидуальным и ощущение себя в том или ином виде тела, как во сне, оно не исчезает вообще. Оно никогда не стоит. То есть это вечно. Можно потерять тело, но понимать себя живым, индивидуальным и обязательно в какой-то форме телесности, материальности какой-то. Вы обязательно будете. То есть это не может исчезнуть никак. Это было до рождения, это будет после смерти. И оно миллиарды лет с момента сотворения дома происходит. Но мы при этом каждый раз как во сне. Ну потому что вот человек, когда родился, вы же прекрасно понимаете, что вот маленький ребенок лежит, он не понимает. Его зовут, допустим, Алмаз или Ибрагим, или там Петя, или Вася. Он не знает. Но ему обращается Вася, 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 Вася. Он думает, вот Вася. Не прилипает, что он Вася. Ему говорят, ты там якут, или киргиз, или француз, или русский. Он привыкает к этому. И постепенно вот это приобретенное знание, вот это приобретенная, как бы, приобретенная личность человека, в Библии это Каин. Вот даже вот слово Каин-джурь, да? То есть не было родней, вот приобретенная родня Каин-джурь, Каин-не, Каина-та, да? То есть она из арамейского переводится. Каин это приобретение. Каин, да? Да. И вот тогда получается, что постепенно, постепенно формируется, но это формируется, как на магнит, то, что называется эго. Эго это наша самость. Когда ты себя понимаешь автономным, и вдруг ты говоришь, это я. И вот эта самость возникает с появлением тела. И как только появляется тело, почему в Каурате сказано Каин убил Авеля. Авель это наш интуитивный ум, тонкий ум, это наш иррациональный ум. И он как бы, у нас Каин это все внешнее восприятие. Это все зрение, обоняние, слух, вкус. Мы вообще всю жизнь познаем через внешнее восприятие. А интуитивный тонкий ум, как называют интуицию, это мост между твоим я и душой, подсознанием. Но мы не очень обращаемся внутрь, чтобы развивать вот этот свой интуитивный ум. Мы пользуемся этим, эксплуатируем интуицию, но мы сознательно ее не развиваем. И вот книга «Познай самого себя», «Стань самим собой», я вот как раз ездил по поводу издания этой книги. И третья книга «Все происходит по закону соответствия», она как раз о том, обычные все священные писания в мире, которые как бы существуют. Каждая из них говорит об одном и том же. Но когда человек в реальность своего «я» затягивает Бога, в реальность «я» затягивает религию, и вот в реальности «я» это почему-то превращается в иудаизм, буддизм, индуизм, христианство, а внутри превращается в разные направления. Ну вот, например, в исламе «шииты», «суниты», «салафиты», «алавиты» и у вас всех, понимаете? Так вот весь вопрос. Я всегда говорю, вы знаете, вся проблема в том, что настоящая религия начинается там, где заканчивается ваше «я». То есть выйдете из «я», Иисус это называл «иса от мира сего». Ну мы живем, вот воду пьем, на телевидении снимаемся, но когда мы концентрируемся на себе, когда мы выходим, забываем хотя бы на время. Вот в исламской практике я очень многим рекомендую, кто пытается сложными заниматься практиками, самой адаптированной к повседневной жизни является исламская практика. Пятикратный намаз. То есть пять раз в день ты оставляешь свое «я», концентрируешься и как бы соприкасаешься со своей высшей сущностью. То есть уповаешь на Бога как бы. После намаза мылся, вернулся в себя и продолжаешь заниматься обычными делами. Не надо ни работу бросать, ни семью бросать. То есть вот такой лишний аскеза. А в месяц Рамазан ты как бы воздерживаясь от пищи, ты не просто голодаешь. Вот сидишь голодаешь и думаешь о еде весь день. Ну тогда не держи. То есть ты все время как бы сконцентрирован на внутреннем своем. И для тебя это воздержание должно радость доставлять. И вот настоящие люди, которые давно в исламе, я вижу, они прям радуются. У них нет вот этой обузы, что они там голодают. То есть они радуются. Потом если взять, допустим, молитвы хорошие. Вот мне нравится, я некоторым рекомендую. Я говорю, вот посмотри, там даже нахожу в интернете, там молитва есть 15 минут, 20, 40 минут, 6 часов. Вот чтобы читать даже такое количество времени, нужно находиться в определенном состоянии ума. То есть он уже не думает слово за слово, он уже автоматически это. А от чего это происходит? От изменения темпов ритмов дыхания. Вот мы даже в сон погружаемся, когда засыпаем. Мы засыпаем не потому, что мы просто, а вот у нас меняется темп ритма дыхания. То есть мы сидим, вот например, вдох, выдох, вдох, выдох. А во сне потихонечку вдох, выдох, выдох, выдох. И когда мы меняем темп ритма дыхания, постепенно наш ум извне, сворачивается внутрь, и происходит, мы переходим на другой уровень сознания. Здесь то же самое, вот феномен Манасчи, я вам рассказывал. Здесь то же самое, самая суть этого эпоса, изменение темпов ритмов дыхания. То есть вдох, и вот разбиваешь на фракции выдох, и здесь очень много вот таких, скажем, позитивных последствий. Начиная улучшение памяти, очищение клеток, как шлаков, увеличение иммунитета, прибавление жизненного тонуса. Это вообще на все влияет. Даже обычные песни, почему люди на концерты ходят, почему они собираются, когда за столом, они хотят петь, да? И песни в основном такие протяжные. Это же пошло десятки тысяч лет назад. Просто вот оно идет, идет, и уже в современном виде мы это имеем. Но все, что мы имеем в современном виде, оно и есть в том или ином трансформировано. Говорят же, все новое, это хорошо забытое и старое. И все в основном родилось из духовных практик. Но проблема религии в современном ее виде как раз заключается в том, что уровень постижения религии, он совершенно плотский, телесный. То есть мы на уровне интеллекта это понимаем. В исламе это называют как два различия от вида. Иродатуль-кауния и иродатуль-шария. Иродатуль-кауния это как бы начало вхождения, ознакомление с религиями, с ритуалами, с какими-то молитвами, неважно в каком вероучении. А потом постепенно наращивая вот эту интуитивную мышцу, человек переходит в иродатуль-шария. То есть он из рациональной сферы потихонечку раскрывает и развивает иррациональную сферу. И вот тогда у него больше и больше, это называется расширение сознания. И самое главное, что это могут все. То есть здесь исключений нет. Последний пьяница, если он просто задачится этим, он может. И вот как раз вот на этом уровне, если бы мы все-таки, именно религиозный фактор все-таки, как ни крутить, он актуален. Межрелигиозные конфликты, религиозный экстремизм, терроризм. От чего он происходит? Он от невежества происходит. Тупо от невежества. И вот если бы как бы правильно это преподавать... Я поэтому говорю, нужно было найти самое такое нейтральное демократическое слово. Вот я говорю, ну, я думал, ну, космофилософия. То есть философия космоса. А вам тому, да? Но она, в силу того, что она апеллирует ко всем видам религиозных источников, просто их расшифровывает и показывает, что это вообще об одном и том же. Я говорю, космофилософия, хотите, понимаете, это единобожие. Бог один, понимаете? Его не бывает два. Наших пониманий может быть миллион. Но это не меняет то, что Бог один, единобожие. И вот самое важное на земле, вот когда говорят, ты понял, зачем ты родился. Ты родился для того, чтобы как раз возбудить, вот, ну, как бы вовнутрь обратиться и начать развивать вот весь свой внутренний мир. Наши эпосы Артуштук, малые эпосы Артуштук. О чем он говорит? Помните, Артуштук спускается в подземное царство, как в Деве. Если вот это Дейне, то Прахтан Дероган. Это же земля, да? И когда вот этот ум, он обращается вовнутрь. А лозунь и тянет в мудрость. Да, да, это погружение во внутренний мир. И дальше начинается что? Дальше начинается то, что некоторые говорят, ну, называют великим джиханом. То есть постижение. Первый мамыд, вот который, помните, быстрый такой, да? Он познает природу мысли. Он познает вообще основу мысли. Что такое мысль? Второй, который Дейстин Шаган Маш, это мамыд, да? Это природа чувства. Потом откуда возникает третье, это желание. Природа эмоций, желания. Вот самый, он говорит, третий же мамыд. Если ты узнаешь, что я такой, ты откроешь все тайны мира. У нас все происходит на эмоциях, правильно? Вообще мы чувствами называем эмоции. А эмоции, это вот соединение, если мы сюда налили бы мысли и чувства. То есть именно процесс мышления, размышления, все, что мы называем переживаниями, это слияние мыслей и чувств. И в уме происходит вот такой процесс. Все. И когда мы начинаем, все наши действия в основе всегда обязательно имеют какую-то мысль. Вот мысль пришла в голову, дальше происходит эмоциональный процесс, рождается желание. И вот почему последний мамыд, он как бы выше облаков, и у него глаз вот здесь на уму. То есть когда символически мы хотим посмотреть на небо, если облака, мы небо не видим, да? А это уже духовный рост поднимается так, уже нету вот этого, да. Уже оба глаза соединяются в один, и ты видишь беспрепятственно то, что в Евангелии называют Царством Небесным. Сказано... А ты как-то вырос. Да, 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 да. И вот эта всю образность, эту символику способен понять каждый, каждый, каждый человек. Она не такая глубокая. Просто если ты вдруг переключаешься с Радатуль Кауния в Радатуль Шария, для тебя открываются другие, 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 другие смыслы. Я считаю, что это очень важно, и это даже более важно, потому что если мы этого не поймем, мы никогда не решим вот этих проблем, которые мы называем политическими, экономическими, социальными, культурными, нравственными, вот, межгосударственные отношения. Вы же видите, сегодня мир как будто с ума сошел. Вот на самом деле, вот нормальные люди смотрят, говорят, слушай, вот, ну, например, 20 лет назад, если бы это увидеть, мы бы это за сумасшествие восприняли. А сегодня, как бы это само собой разумеющиеся вещи. Горор, горор, козы, скон, положи. Да, 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 да. Вот в этом плане мы, конечно, должны показать что-то новое, что-то на другом уровне. И я все-таки, я не знаю, это мне так давно идет, что именно мы здесь, мы же маленький народ, и именно вот у представителей вот кыргызов, они очень подсознательно чувствительные люди. Это самые тонко чувствительные люди. Это даже, ну, как, я вот ездил в деревню, с людьми общался, интересовался вообще, что они думают. Они очень легко вот проникают вот в то, о чем я говорю. Есть люди, вот, например, сидел бы какой-нибудь француз или англичанин, я бы ему это говорил, говорил, и все равно, что вот со стенка. Он бы очень долго происходил, что он рационально мыслит. Понимаете? А вот, ну, и вот в этом плане, конечно, они больше вообще люди западного полушария. Я об этом всегда говорил. У нас рациональная сфера, это, по сути дела, запад. Запада там географически не существует. Ну, Земля же вращается вокруг оси, вокруг орбиты, это же меняется. То есть, запад это наша рациональная сфера, левая полушария, а восток это и рациональная сфера. И поэтому люди, которые, ну, как, скажем, половина человечества, живущая в восточном полушарии планеты Земля, они более склонны к вещам иррациональным. А иррациональное это милосердие, это сострадание, это совесть, это стыд, это то, что мы как раз называем им энтемак, перимдик. Мы люди, как бы, подсознательно общинные. Нас не столько деньги интересуют, а вот на Западе все нормально. Ну, как если вот перевести в экономический план, у нас, как бы, 50 плюс одна акция мы в пользу иррационального. А у них 50 плюс одна акция в пользу иррационального. Поэтому рациональный ум, он всегда руководствуется интересами и выгодами. То есть он присваивает и получаешься. Отсюда и вот эта экономическая экспансия, какие-то там инвестиции, жажда залезть, присвоить и управлять вот этими процессами. Если отчетный наизм, да? Да. А мы сидим, как бы, мы более чувственные существа. Поэтому нам сама идеология, да, вот, конечно, я понимаю, что в западной цивилизации очень много есть рациональных вещей. Ну, мы пользуемся ими, там, какими-то технологиями, что это не отрицаем. Но не должно быть, как сказать, приоритет. Вот только вот это, это важно, тогда получается, не важно, совесть, сыт, сострадание, милосердие. И вот почему, как бы, мы принимаем, принимаем западное, вроде бы нормально, но на каком-то этапе, это все равно, что сливочное масло на камень мазать. Ну, просто он не впитывается. Да, не джукпайт просто. Поэтому здесь какие-то, вот кто-то говорит, может быть, социальный инжиниринг какой-то, может, политтехнологические уловки. Я говорю, слушайте, вы с ума сошли. Это вещи подсознательные. Вам легче убить этих людей, чем перевернуть им подсознание. И вот вся попытка влиять на подсознательном уровне, она никогда ничем хорошим не закончится. То есть, это вещь бесполезная. Вот если... Думаю, мы здесь все, что мы делаем, да? Барьер, баага, беектик, умтулыбойнча, тазауэнча, галаткемписта. Конечно. Материалы, кумнештега, байлянбай. Только вся разница, знаете, в чем? Я бы сказал так. Вот бывает стоит, допустим, зеркало, и оно запылилось. Оно не перестает быть зеркало, просто оно вот таким слоем покрылось. Вот мы, все в восточной цивилизации, мы, кыргызы в том числе, мы похожи на зеркало, которое под кошмарным слоем пыли. Бальки Малтен дадут поспать. Да. Ты поскать, да? Да, да, да. Всего лишь нам все надо очистить, и людям сразу станет легко. Когда мне задают вопрос, а долго, я говорю, в принципе, это можно сделать за 15 минут. Потому что самое главное сначала понять причину. И вот когда мы понимаем причину, мы говорим, а причина в этом окажется, и мы начинаем сразу меняться. Понимаете? У нас внутри все начинается меняться. Вообще снаружи ничего не происходит. Все происходит от взаимодействия, вот как в электричестве, плюс и минус. У нас правое полушарие плюс, левое минус. Мужское, женское начало. И все впечатления жизни, начиная от глотка воды, заканчивая всем, что мы можем получать от жизни, мы всего лишь нас все получаем от взаимодействия правое и левое полушарие. Мужского, женского начала. Это есть Адам и Ева внутри нас. Понимаете? Гартыг, эки, кош. Эки башаптаны. Башаптаны. Тендик. Да, да. Ини, ян, как вот китайцы говорят. Тенд самактолуптан. Суть абсолютно. Одна и та же. Биз беру кайаларда ухуп калдалек, 90-х жылдары Америкадан валанчорлар келгенекен. Тендик. Да, да. Тендик. 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 Ахчевым тетпэч. Ошамына Расулуғынгылған ишін гөріп, таңгалып тұрды. Анан, ошыл кезе жанағы демократиялық сауақтары, демократиялық олған ұнтызарлық, Америкада олған адамық қоғу, башқа нерселерін бардыған трансформация көшірісіз керек деген демилгелер көп күчеткен. Анан таң қалып тұрды, сіздер Америка ол байлығы олға, сіздер қырғызылы олға қалып тұрды. Біз ошуға келі ол байтауыз, Америкада ошылу адамдық мәмілері келі ол байтауыз. Анан жоғарда ағай айырлдарға барғанда ошылу неселерін бардыған батқа олға деген түшін өттемді. Анан жоғарда айырлдарға қалып тұрды, өз өз өзістің тәрді қалып тұрды. Анан көкін, космофилософия универсалығы түшін үлді бұл қатмырға жашы қарысы бұл үшін өттемді. Бірде, оқуға, бірдең баллықтарға қарама қарысы келдейді түрген. Я как раз и говорю, стирание противоречий. На самом деле, если вы возьмете даже иудаистскую практику, вот у них шаббат, как они молитвы, там очень много позитивного есть. Если возьмете христианское, молитвостояние, пятое, десятое, то же самое. Если возьмете ислам, там зикр, молитвы, намаз. Это все такие великолепные вещи, кому как нравится. Но даже если кто-то, допустим, вот в Коране сказано, что кому Аллах пожелает, тому он стесняет грудь для принятия ислама, а кому пожелает, он раскрывает. Вот есть люди, которые живут от интеллекта, они от науки, но не принимают они религиозные идеи. Но тем не менее, они не отказываются от простой обычной нравственности, от простой морали. Они понимают, что встать и уступить место женщине в троллейбусе нормально. Но значит, он недореализовал себя, вырода только у нея. Вот мне нравится один из таких хадисов, он очень такой показательный хадис. Хадис, чем притчи хадисы хороши, они как бы на чувственную сферу влияют. Так вот, ну такой хадис, караван к одному городу приходит, и вот, значит, глава каравана, караванщик, он стучится и просит, можно мы в ваш город зайдем, мы напоим скот и сами попьем. Они говорят, нет, мы вас не пустим, потому что вы мусульмане, вы начнете сразу по дороге агитировать, всех рассказывать про ислам, всех обращать в веру, в общем, ну просто нет, вот, мы вас не пустим. Он говорит, да мы зайдем, мы слова не произнесем. Вообще ни один человек не произнесет слова. Он говорит, вы обещаете? Да. И они заходят всем караваном, и, значит, вот первый подходит к колодцу, достает ведро, передает следующему назад, и они начинают поить верблюдов. Одного верблюда, весь скот напоили потом людей, и тот, который стоял у колодца, он самый последний взял, попил воды. Это происходило молча, но народ за ними наблюдал. И народ сказал, это что за такое вероучение, такое гармоничное. То есть, одним действием, без всяких слов, они обратили, они сказали, нам это очень нравится. Вы поняли, да? Вот что значит, они задели без всяких слов. Конечно, конечно. А там ты хоть бегай с автоматом калашникова, хоть с гранатами, хоть с ножом, пугай, да? Это только во вред, потому что ты, наоборот, отвращаешься. То есть, ты и сам духовно невежественным остаешься, ошибаешься, заблуждаешься, и других вводишь в заблуждение. Вот поэтому я считаю, что на данном этапе очень важно именно вот этот единый знаменатель, космофилософский контекст, который не отрицает ни одного вида вероучения, ни сказок, ни народной мудрости, даже мифы. Я там пытался, вот как сказки для взрослых, даже сказки объяснять через то, что происходит внутри нас. И когда ты сказку, которую ты рассказываешь, расскажешь, как происходящее внутри человека, человек всегда говорит, ох, мне говорят, как молодой человек один сказал, вы так вкусно о религии рассказываете. Я говорю, да потому что я вам ничего нового не сообщаю, вы все знаете. Просто я концентрирую ваше внимание на этом, и тогда вам становится интересно. Вот. 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 Вы знаете, я сейчас быстренько такую притчу расскажу. Это по вопросу рационального и рационального мышления, да? Вот такая есть, это иудаистская притча, да? В общем, один мировин, ну вот у него дома кушать нечегося, он пошел искать работу. В общем, в каком-то городе устроился на работу, проработал целый год и уйти не может, ну уехать, ему надо работать, но ему надо семье передать деньги. Вот он сто монет взял и думает, ну кто же поедет в ту сторону. И один купец, оказывается, едет. Он говорит, дорогой, ну можешь ты это, передать там ей деньги? Он говорит, ну оттуда возьми это, значит, заплатить. Он говорит, нет. А потом он говорит, ну давай так, вот сколько ты захочешь. Алошу. Да. Ты возьмешь столько, в общем, сколько захочешь. В общем, и передашь как бы. Он говорит, давай напиши это. И он говорит, пусть купец возьмет. Халаванчалу. Да, да. Остальное переда. А сколько захочет, он передаст жене столько, сколько он захочет. Ага. Вот. И как бы, когда он ехал, ехал, и когда он приехал в дом, постучался, и он говорит, ваш муж. И он говорит, а что его? Он взял одну монету и дал, 99 отставил. И дал ей письмо. И она говорит, ну оставь хоть больше монет, говорит, потому что, ну нам же есть нечего туда-сюда. Он говорит, нет, вот я тебе одну монету даю. Тогда они пошли к суде. А это Равин. И он берет записку, прочитал и говорит, сколько ты хочешь? Он говорит, я 99. Он говорит, ну вот, ты захотел 99, сколько ты захочешь, ты должен отдать ей. Это Расинча, да? Казалось бы, да. Он просто сказал, тут так и написано, пусть отдаст ей столько, сколько он захочет. А он захотел 99. Захочет. И за свою работу, да. То есть получается, казалось бы, вот поверхностный смысл, быстро он одно означает, а вот иррационально на эту же вещь, на эту же обстоятельство, она по-другому. И вот поэтому я говорю, вот такие притчи, они как бы тренируют иррациональное мышление. Есть еще такой хороший. Двое человек через трубу, ну, залезли в дом. И вот один испацкал лицо сажей, а у другого лицо чистое. И вопрос, кто первый пойдет мыть лицо? И тогда, как правило, говорит, ну тот, кто испачкал сажей. Он говорит, нет. Это логично. Быстро. А пойдет, говорит, тот, у кого лицо чистое, глядя на него, он подумает, какой я тоже испачкался. Он живой, как в зеркале. Пойдет умываться. А тот, глядя на него, подумает, у меня лицо чистое. И, значит, вы поняли, да. Вот это рациональные и рациональные вещи. В preguntах, может, у него есть рациональные вещи и математики, то есть исследование, перенимали, и рациональные вещи, и простых. В том числе, чем вы говорите как правило. Акл-ман, да. Мы говорим о том, что, что если два людей не знает, что четыре людей не знает, они делают то, что они делают то, что они делают то. Хотя люди будут булки ate и другие, которые уже делают то, что они не знают, они делают то, что они не знают. Вы supreme, короче. из-за того, что едва штата, я подумал, что он прожил на нас, что такое условие детства, как обладает много процессов, который с управлением машин, аппарат, и динамика. И поэтому люди, которые обладают, так как себя знакомы, как правильно лицевами, а как бы я ни уехал, ни уехал лицевами, себя обладает, так что искали виды для себя dynamite, я думаю, что они ничего не такое делаем, вот я вообще хотел бы сказать так что у меня вот на как бы как пример вот у меня внуки они рядом прям со мной живут и вообще с маленького возраста я с ними постоянно разговариваю и вот вот пример такой мы идем как-то там по улице щербакова я его часто привожу и он не задает вопрос а ташка ну почему вот так смотри они вот на коробках вот валяются там банджи он говорит они в мусорках еду получают он мне задает вопрос ну и где тогда твой бог да а он смотри это он вот другие люди на машинах едут и вот он я подумал вопрос-то резонный ну вот в устах ребенка я говорю как раз говорю балам это свидетельствует не об отсутствии бога а это свидетельствует о том что бог существует и что все время происходит по закону соответствия он это почему я говорю написано не убей не укради не придавай в евангелии например сказано истина это истинно он говорит говорю вам кто хочет из вас быть большим станет будет слугою а кто хочет быть первым будет вам рабом я говорю что такое раб раб это человек на социальном дне и вот представь себе эти люди жили им эти же слова говорили они собирали деньги стяжали им нужен был дом не там не маленький дома трехэтажный дворец они жили они во всем хотели быть первыми потом их ум оставил тело прошел обнуление вот как почки надеял обновление попадает материнскую трубу и рожает рождается и вдруг ему все он сам себе предопределил говорю и вот теперь здесь у него даже воли не хватает сопротивление могу если его сейчас от мы обуть одеть куда-нибудь в интернат он через месяц уже будет здесь и понимаешь его дух сам притянет сюда вопрос справедливо справедливо знаешь чем разница ты посмотрел на эту ситуацию одним глазом я посмотрел двумя они сошли здесь я понимаю почему он здесь для меня это говорит об идеальности мира о совершенстве его о том что мы приходим мир если мы будем иметь долги перед этим миром мир с нас просит и каждую минуту он с нас спрашивает поэтому прежде чем найти вину на стороне надо найти причину и вину внутри себя и вот когда человек может произнести внутри альхамдулилах это окажется но если это мусульмане он сказать слава богу я прозрел неважно да когда он вот это увидит он в каждом происходящем вот каждый день на каждом событии он начнет увидеть что закон равновесия что значит око за око зуб за зуб в реальности я это превращается в месть ровная месть то есть за реальностью я ты причинил миру на око зло и ты своим оком ответишь вернувшись в этот мир как сказал бог когда дома создал сказал плодитесь и размножайтесь то есть он твоему подсознание ему правому и левому полушарию плюсу и минусу сказал плодись и размножайся вот слово ибрагим авраам как переводится отец множество то есть человек осознавший свою множественность что он уже не первый раз живет и как ему бог сказал посчитать звезды на небе ты можешь сосчитать ибрагим говорит нет он говорит потом что твое происходит исчезла твоих то есть из твоего плюса и минуса и она будет бесчисленным как звезды на небе как песок на морском берегу и тут он и него прострелила что мы окажется живем и получаем все по закону предопределения и он в это уверовал и там как сказано бог винил ему это в праведность а ибрагим кто авраам это основоположник патриарх получается иудаизма христианство и ислама тогда вопрос а почему вообще не говоря уже о том что вы делитесь внутри шииты суниты салафиты католики тра тата тра тата почему вообще разделились на иудеев ислам и мусульман и христиан это вообще одно вероучение линия пророков одна и та же знание одно и то же понимаете но мы на этой почве готовы взрывать друг друга убивать и доказывать друг другу кто круче почему потому что мы религию затаскиваем в реальность своего я а как мы в реальность я затащили это его это нас понимание и вот здесь нас мы питаем свой нас нам надо доказать что вот этот лучше этот хуже бы правоверные те коферы друг на друга пальцем показывать как только ты вот так развернулся вот поэтому когда сказано погружение бесчувственную смерть то есть мы тело оставляем я гарантию даю я единственно вот некоторым говорю друзья вы знаете говорю мои сторонники все которые просто даже уже не оспаривает это все те которые вот-вот заканчивать жизнь земной путь вот вчера сегодня завершает путь соответствии с этой сурой с этим просыпаться ты ёлки-палки ну мурад же говорила и поэтому я говорю они мои сторонники вот все кто ушел в другой мир поэтому я их считаю сторонниками я знаю что доказывать ничего не надо но доказывать да вообще доказывать никогда никому ничего не надо что у шоу жерден берсуру да агай манаке бұ сенеке жаман мен ке жақшу менің жолым тура менің динім тура да деватып кайсырден келді ошол дине окулларды дағы массаға гөпчілікті бір дек көріну пайдағылу алды да гөпчілікті мисалы ислам десе террористтерді лестетет тағы башқа десе башқаны лестетет дегендей анан уршыл жерден ойгелепті балькім елгет ошол эйчқандай дине окумес джөнелі бірнерсе герек джөнелі джөнелі біне герек джөнелі біне герек я вам все таки скажу почему мне задают да да мне задают вопрос почему священные писания написано на таким языке ну на таком языке то есть вот вы читаете рассказывайте совершенно другое а вот мы читаем естественно в рациональности мы видим это ягода в общем то а ты хотел чтобы оно было как инструкция к эксплуатации холодильника написано так вот говорю этот язык это язык живой речи он написан только ключами а эти ключи говорю не от человека спрятаны они это от кого я бы от бесов от джинна спрятаны понимаете потому что логика в нашем уме вот мысли если представьте что мысли они же мысли в хаосе пребывает как бисер рассыпанный и вот мысль с мыслью соединяет как раз кто шайтаны то есть джинны и получается что одни из них вот сура 72 джинны одни из них принимают логику существования всевышнего бога поэтому много людей верующих сказано один безумный иблист он как бы усомнился и с собой увел вот поэтому у нас есть те которые усомневают ну как бы отрицают а какая-то часть как бы иногда сюда смотрит иногда сюда вот отсюда но он встает как ты бишь христианин завтра этот потом вообще перестает верить и в общем вот это и вот это три уровня нашей логики если взять сравнить с библейскими символами есть понятие горы равнина и низина так вот когда мы на гору лезем вот мы как бы познаем бога мы идем равнина ну мы как бы но есть нет бог мы купи продать живем они зина мы начинаем все наше невежество вся наша война весь наш отрицание бога все происходит здесь понимаете вот поэтому как бы язык он будет а это писание вообще это записано а как как учение оно существует существует вечно вот сколько этот мир существует всегда были носители учителя закона бога вот так назовем понимаете они могут могут обойтись но все таки согласитесь если бы я сидя сейчас сидел и вам рассказывал о каких-то состояниях экзальтациях да ну и вы телезритель сказать да да он какой-то там это ну полусумасшедший а когда я беру писание вот это есть подтверждение я говорю вот оно доказательство здесь так написано я ничего не напутал я слова не прибавил от себя но только попробую увидеть вот это в таком свете и когда ты открываешь поверьте мне были маститые богословы которые доктора богословия тем более иудейского исламского когда мы показывали говорили они говорили ну на самом деле они выглядели иногда как вот ребенок который первый раз узнал откуда он на свет появился понятно да элементарно вот когда я ну самое известное распространенное говорю и сагар тебя ударили по правой щеке обороти другую шуму сказано судится снять рубаху отдай верхнюю одежду понуждают идти одну поприще иди два так вот любая ситуация она как бы бьет нас по правоплечу то есть она обращает нас в левое полуше активизирует левое рационально и здесь реальность я а здесь же эго и сразу мы начнем а это он такой туда-сюда тра-та-та и все от нашей рациональ он сказал обороти другую то есть когда ты активизируешь на поле рациональную сферу возбуждается возникает равновесие и тогда ты вы поняли да вот в чем рубаха как бы символ рубаха ближе к телу то есть шкура телесное мое мне меня деген а верхняя она закрывается она больше означает смысла то есть ты никогда не судя один по рациенту да ты всегда должен судить двухсторонний тогда возникает равновесие и вообще как бы изначально вот если перевести на русский язык самое адекватное это было называлось как бы религия которая единая всегда была она заседе религия равновесия и гармонии которая постепенно пропиталась во все в индуизм буддизм христианство ислам а она как была изначально я ее просто назвал космо философии а суть не меняет она опирается космо философии она внедряется во все источники религиозного знания сказки мудрости и когда расшифровывается все споры на этом заканчивается саллы джан салты белим депутат паз бы традиционно знания салла гарберель дяошен дай барда ал дин где чейнки джа дар лиджио зная вера ваней вару салл визайп тюрген тюрды жена к езиндер дагошу пайдок кыргыз дар дали шиндай дюй нега ул гон адам затка ул гон адам тюрль тюльген ол гон тишинюк тюрр дай бир ученый ученый арбал генда арбакан дейл да ушел кыргыздын тишинюген дегу нерселерменен ушел космо философия на дай шайкеш келеген че байланшки ле гендер баку я только хочу тебе сказать верхомен не до религиозное знание а это и есть религиозное знание вот по даже по языку и по некоторым выражениям можно понять это эти люди ну можно сказать естественно религиозные или нет вот например у русских есть такое слово мгновение ока мгновение это нулевой фактор сознания индусы называют здесь и сейчас то есть попасть остановить ум в мгновении ока это большое искусство вся йога направлено попасть ум в мгновение ока теперь кыргызы да вот смотрите а а как это асманда джилдыздар джилдэ гыргызда да теперь дальше а там дуэльтурген гешиге эйнэн дял пель а там дуэльтурген гешиге гэгэ тэстелекты копкой сага ташыргыдкан адамга кайра аштыргыд почему вот откуда это практически соль соль вообще религиозного знания для меня эти выражения говорят во первых вот представьте себе да есть но правильное понимание что дух из духа как ева из адама рождает материю до материя мысли то есть эфир эфир порождает воздух воздух порождает огонь огонь порождает воду так вот это трансформация ума вот наше внешнее восприятие это как бы вода символ но это стихия воды а внутреннее восприятие ум это огонь так вот когда муса увидел огненный куст горящий терновый куст о чем это говорит через ключ но он сначала логически рассуждал а когда во внутрь он постиг огненную природу своего ума а ангел терном кусте говорил с это и есть душа то что является адамом вот он постиг для меня это говорит что внутреннее прозрение озарение откровение раскрытия вот теперь ум сам по себе да в девяносто вот я вот так скажу примерно девяносто девять процентов своего ума люди не знают они пользуются только умом на периферии внешнего света условно один процент ума так вот этот ум каин который он временный он умирает а внутренний ум а на крысангах крылвайсанг это крыс вы понимаете что это означает поэтому сказано крыс деген нордан дзаратулган то есть наша душа это вечная духовная природа источник света почему потому что ее таковым по подобию себе сделал бог а свет который источается является умом поэтому в евангелии сказано на душу сын божий почему потому что ее бог сотворил и сын человеческий то есть это свет исходящий из он сказал я еще от отца своего небесного правильно а вы славы от меня не принимайте вот это и есть но когда он происходит пересекает нервную систему плоть и в на периферию выходит он сталкивается со стихией воды и вот в этом плане да это и есть каргас то есть изначально слово каргас почему вот у каргаса вы знаете подсознательно не приветствуется вот это джан талашу для нее талашу мы сейчас пытаются там вот это поменять но тем не менее даже в определенном возрасте он будет все хорош мне денег хватает это подсознательные импульсы он просто понимает что всему должна быть мера даже слова алтын 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 не хватает то есть кто был богатым кто понимал чувство меры кто взял сколько надо положил у нас вообще подход к этому должен быть в экономике так вообще мера 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 потребления во всем должна быть мера если бы в жизни этого не было я знаю просто очень хороших ребят которые например в бизнесе занимались да я их давно знаю и вот один из них мне говорит мурат ну ты абсолютно оказался прав вот сидим и женой да дети по уезжали а у меня дом 420 квадратных метров мы живем готов мы на кухне торчим но она вот 40 квадратов и спальня но туалет все у нас остальные этажи все а ты мне тогда сказал что вот это для как бы это реально истинная потребность а все остальное для удовлетворения эгоизма числами и вот вот эта часть эгоистическую которую удовлетворил а ее надо мыть отапливать ну правильно же следить за этим всем создает люди себе головные воли вопрос хоть ты бомжом живешь там хоть ты в четырехэтажном доме живешь извини в какой-то день вы тело оставите свое и перейдете вот согласно этой суре да и ваши глаза откроются взгляд станет острее ты будешь лучше его нет почему да он такой же был но ты себе очередь нажил понесли очередь поэтому я одному верну я коробку получше найду от холодильника большую сарата первым коробку ты же глюк этому торопишься ты хочешь быть первым дом так на всей улице один четырехэтажный денег так там что там куры не клевали да я говорю потом будешь сидеть и зависеть вот сидите смотреть на людей кто тебе даст понимаешь так вот я говорю я вот внуку объясняю вот они рокфеллеры форды морганы депаски кто еще есть а он маленький он никого не знает кроме одного он говорит бабановы я говорю ну пусть будет бабанова единственный человек который он знает я говорю ну в общем так ну как в таком числе алгандын вермегуар деген шукен да конечно вот вы знаете почему во всех вероучениях я слово религия всегда в единственном числе религия нету религии есть религиозные вероучения как школы но религия одна но везде одно и тоже благотворительность вот благотворительность это как бы единственный момент когда мы хотя бы палец начинаем из своего я вытаскивать мы же все получаем присваиваем и вдруг в одну копейку вытащили на дали да то есть мы незаметно вытащили вот так пальчик потом 20 сомов дали еще чуть-чуть потом это привычка и мы постепенно постепенно преодоление своего я то есть мы всегда привыкли получать радость счастья от того что мы получаем но редко получаем радость когда мы отдаем и вот поэтому естественно образом как бы сам бог само подсознание человека воспитывать что будет вот почему родители ну все таки даже работают они детям отдают ну хотя бы ближнему кругу не они вот мать ребенка кормит и сама как будто не со наш движение вот так повторять за ребенком правильно же ну хотя бы так это тоже религиозная практика только она бессознательно вот женщина кормит и не понимает что подсознание и и религиозно тренирует поэтому религиозность это практически первое и главное знание вопрос только как вы его будете понимать если вы будете толковать точно так же драться кричать и ругать доказывать наши пророки лучше ваши как пророки могут быть наши и ваши что с ума сошли что ли но они не могут быть вашими или нашими слова национальность пороку вообще не подходит понимаете все это условности вот которые как раз таки и надо преодолеть вот собственно вот вот об этом книга познай самого себя станциями собой и я бы даже нашим вот уже намекал нашим тем кто государством командует ребята ну прежде чем начинать что-то начните вот с этого начать напомните людям прежде всего что они люди что есть такие категории как совесть стыд от крыса 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 да ави да одели эту яд да вот эти вещи верните а у нас говорят с одной стороны а мы вот написали концепцию о культурно-нравственном что-то развитие я говорю господи и все и вы считаете все а другой рукой всю частная собственность священна надо все передать руки частных собственников государства как собственник не эффективно я города что вы говорите вы меня научите еще экономики частный собственниками фиктивен вот просто посмотрите весь мир в кризисе как раз по причине вот этих глобальных частных собственников и я виноват не ты мир хоть не она не оператор виноват. Те, которые наиболее крупнейшие собственники, которые сконцентрировали капитал, уже дальше некуда, понимаешь, из ушей лезут. И вот причина всего, что в мире дурдома творится, причем люди стреляют друг в друга, Израиль с Палестиной, там, здесь с ума сходят все, мигранты потоки, это кто? А мне сидят по нашему национальному телевидению и говорят, что у нас священно оказывается, это самое эффективное. Я был исполнительным директором государственного предприятия. То есть я был менеджером от лица государства. Я вам скажу, что это был крутой менеджер, который очень много знал. Но когда он приходил в банки и сказал, мы хотим вот это, вот это сделать, банки говорят, а это государственное предприятие и отталкивает. То есть получается, нас подводили к тому, чтобы мы все как раз передавали в частную собственность. А пришел частный собственник, разворовал, ничего не вложил и практически испортил предприятие. Вопрос. Ну а если вы видите, мы как-то плавно вот с этой сферы сюда переходим. Ну так и есть, это наша жизнь. Вот поэтому людей нельзя вводить в заблуждение. Людям надо глаза открывать. И я просто вот хочу, чтобы если вот нас будут видеть политики, олигархи, ребята, назовите мне человека в этом мире, который каждое мгновение не приближался к смерти. И назовите мне человека, который не оставил свое тело, и не освободился от него, и как бы умом ушел вверх. И вот тогда, ребята, я не знаю из вас ни одного человека, который бы не сказал, слушай, а он прав был, ну что же я как дурак, бычил всю жизнь, сидел, как дурак, собирал этот денег, говорит, у него денег как у дурака-махорки. Поэтому не надо, не надо, позаботьтесь о людях, вокруг вас нищие люди, вот. О них тоже надо, вы по крайней мере должны их простить. Бог через нас прощает. Когда мы им благотворим, когда мы им помогаем. То есть, у него нет рук-ног, у него есть мы. И через нас наша милость, которая внушается Богом, если мы слышим, мы будем им оказывать. Мы должны, поэтому самым величайшим достоянием человека, его качеством является умение прощать. Гечерим-дюлюк. Да, Гечерим-дюлюк. Понимаете? Вот умение прощать, это самое главное, самое большое достоинство в человеке. Уметь простить. Поэтому я вот, как бы, всего лишь на все про эти вещи говорю. Адамдар, ну и негусины, деки адамдар, да та сирвар, ошел легезде, джалпы, эльдиндағы, милдетвардеген сөзді оқпангурадаттан? Знаете, я вам так скажу, да? Когда мы говорим, познай самого себя, ну на уровне индивида, один человек, да, он как бы может, да? Но есть еще уровень познания народ. Народ, эль. Он должен себя познать. Для того, чтобы народ открыл себя, он должен прежде, ну, стать определенным образом взаимосвязанным. Понимаете? Как пальцы, видите, все взаимосвязаны. Какую-то нервную систему. Человечество адамдар должно себя познать. Но всегда беда в том, человек, даже который потенциально склонен к чему-то, вот он приходит, а его с детства начинают учить. Так, ты должен быстро считать, чтобы быстро зарабатывать туда-сюда. И мы тратата-тратата всех детей в одну вот это загоняем. Я вот недавно пошел внука перевезти со 2-го в 3-й класс. Мне говорят, вы знаете, в нашей школе система, значит, Петерсена, а в их школе система МОРО. И вот те, которые в системе МОРО учатся, они придя к нам в школу, они будут учиться плохо. Я сижу и думаю, вообще, лопни мои глаза. Что я слышу, да? В одной стране, в советское время, у нас была советская система образования. У нас исключения составляли только умственно отсталые. Ну вот кто, ну, немножко психическое отклонение имел, для них были специальные школы какие-то. Остальные все дети получали образование. А у нас что получается? У нас, кстати, вот что значит стратегическое, долгосрочное планирование. Чтобы изменить нацию, входят сначала в систему образования. Вопрос, почему у нас в Кыргызстане за 30 лет нету своей уникальной системы образования, методологии? У нас что, голов нету? Что, они умнее нас, что ли? Да нет, я считаю, что если бы мы творчески могли мыслить, мы бы свою такую систему создали. Вон, финны советскую взяли систему. Мы вообще во всем копируем кого-то. Мы подражаем. Это тоже путь подражательства, это путь. Но это не самый лучший путь. Это самый такой легкий путь. Подражать кому-то. Зачем нам кому-то подражать? И вот начиная с политического, общественно-политического устройства, с экономической модели, обязательно с образования, да, системы образования, воспитания, все. Мы вообще не должны никому подражать. Потому что если бы в этом мире кто-нибудь был бы достоин подражания, мы бы ему подражали. Но, честное слово, в этом мире, вы сами посмотрите на это, есть ли кто-нибудь, кому можно подражать? И вот тогда то, что ты сказал. Есть традиционные вещи, традиционалистки, которые учат нас, вот как ты сказал, бабушка дала еду и сказала, да нет, что ты. То есть для американца не нормально, что это бесплатно. А для нас не нормально, что ты гостя встречаешь за деньги. Вот и все. Рахмат келпергенеске. Рахмат да, ай. Дағы бірса, оттолата оланта тұқшар, оланта тұқшар, оланта тұқшар, оланта тұқшар, оланта тұқшар. Дағы бірса, гейін кефирлерден, дағы ұланта азды, не еткалалы, қадарман телегауштар, біз үшін менең, көшетті өзі ғортын байвыз. Бізді мәрі бағызлар. Мангон, кама кешетті, оланта тұқшар, оланта тұқшар, оланта тұқшар,